МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наш Новосибирск. Программа о том, как сделать комфортной и здоровой жизнь в своем доме, во дворе и в городе. В студии Елена Богатырева. Работники сферы ЖКХ отметили свой профессиональный праздник. Студотряды вышли на борьбу со снегом, а новосибирские врачи провели уникальную операцию. Об этом и не только сегодня в нашей программе. Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства отметили профессиональный праздник. Ежегодно в этот день чествуют людей, которые обеспечивают чистоту и уют в городах и поселках. Одно из старейших предприятий Новосибирска, Горводоканал, день работника ЖКХ отметила большим спортивным праздником, который уже давно стал семейным. Влезть на столб, выиграть бой подушками, поучаствовать в перетягивании каната, а также отведать гречневой каши с тушенкой и зажаркой на свежем воздухе. Раздолье для детей и взрослых. Сотни сотрудников Горводоканала принимают участие в состязаниях целыми семьями. Мы с детьми, например, детям интересно просто. Дочь он играет, сын. Ну, соревнования тоже неплохо. Спорт какой-то. Хотя бы, на мой взгляд, тут тоже показывает стремление к чему-то. Там чупачусы дают. Я уже один чупачус выиграла. Сегодня на предприятии более трех с половиной тысяч сотрудников. Некоторые профессиональный праздник встречают на работе. Впрочем, отдыхающим в этот день коллегам расслабляться некогда. Часть подразделений отстаивают в лыжной гонке. Это наша трасса родная, поэтому мы не должны здесь проездить. Более чем за 90 лет работы на предприятии сложилось немало традиций. Совместные праздники – только одна из них. Они помогают сотрудникам проявить себя и объединяют коллектив. Таким действительно все по плечу. И лыжню пробежать, и о модернизации предприятия рассказать. Ввели диспетчеризацию. Все технологические процессы основные выведены на компьютере в диспетчерской. Мы можем посмотреть в любом месте, что работает, что в резерве, какие параметры идут. Все это на глазах сделалось. Современное производство у нас. И коллектив современный, видите, как выразительно бегает, все довольники. Отдыхают с семьями и работают также. Гордость предприятия, династии сотрудников. Но и тем, кто только начинает свой трудовой путь, есть куда расти и развиваться. Профессиональный праздник – отличный повод наградить лучших из лучших. Я же не стал мастером сразу. Я проработал 13 лет слесарем. Мой мастер был Николай Леонтьевич. Он вышел на пенсию, остался работать. Просто мы с ним поменялись местами. Я стал мастером, а он ушел в слесаряк. Мы же давно все вместе, мы друг друга знаем, мы друг друга уважаем, понимаем. Я еще раз говорю, сплоченная бригада – это сила. Реконструкция сетей в Новосибирске в последние годы идет по новым технологиям с минимальными неудобствами для горожан. Этой зимой обновлено два участка коллектора. Работать приходится в любую погоду. Холодный период. Прямо скажем, не очень комфортно стоять на улице. А вот рабочие работают. Тем не менее, хотел бы сказать спасибо. Ну, скажем спасибо по окончанию уже. Но вот тем людям, которые заботятся о нашем городе, я думаю, новосибирцы должны знать. Важность работы ГУРВД-канала оценить сложно. От предприятия зависит жизнь города. Сейчас новый вызов. Импортозамещение и технологии предприятия опираются прежде всего на отечественное производство. А где сложности, там и развитие. В первую очередь, это жизнь. Жизнь. И моя, и моего города, в котором я живу, и моего коллектива. Жизнь. А эту жизнь обеспечивают как раз люди предприятия «Водоканал». Его работники. Главная наша задача из года в год подтверждать свое мастерство в создании условий для жизни. В качественной воде, в качественном водоотведении, в очистке стоков. Если мы эту задачу выполнили на отлично, мы дальше можем развивать. Поздравления приняты, подарки вручены, а значит, снова пора за работу. Обеспечивать город питьевой водой. К слову, одной из самых чистых в России. Дорожные службы готовят технику к летнему режиму работы. Основная задача – обеспечить чистоту дорог и тротуаров после зимы. А чтобы быстрее приступить к весеннему благоустройству в парках и скверах города, начали ворошить снег. Каждый год на помощь коммунальщикам приходит снежный десант. Буквально два года назад это был монумент славы. В прошлом году это наша знаковая аллея Красного проспекта. И сегодня это Нарымский сквер, где проходит очень много мероприятий. И совсем скоро он будет зеленый, он будет красивый. И вот сегодня бойцы студенческих отрядов работают именно здесь. Рыхление снега – это уже финал акций студенческих отрядов. Совсем недавно ребята оказывали помощь ветеранам, одиноким пенсионерам и пожилым людям в районах области. Как рассказали участники акции, зачастую таким людям нужно не только почистить снег или наколоть дрова, а внимание и общение. В школах мы играли с детьми, проводили профиориентацию, а также уроки ЗОЖ. Нас благодарили, иногда даже давали пирожки покушать, благодарили нас за это. Хирурги НИИТО поставили на ноги мужчину, который после серьезного ДТП 13 лет передвигался в инвалидной коляске. Ряд серьезных повреждений привели к деформации стоп. Как благодаря новосибирским врачам мужчина снова учится ходить, наблюдала Анна Братушкина. Бакуру Шатаевичу снимают гипс. 14 лет мужчина провел в инвалидном кресле. Из-за черепно-мозговой травмы после ДТП Бакур Шатаевич впал в кому. Пока лежал стопы из-за неправильного питания тканей и без движения сильно деформировались. В родной Грузии делать операцию отказались. Мужчина и его семья смирились. Но много лет спустя сестра Бакура Шатаевича обратилась за помощью к новосибирским ортопедам. Я так боялась, что все-таки вживую выйдет, и он мне скажет результат. Он мне говорит, сходите, сделайте снимки головы. Мы сделали МРТ. У меня аж ноги и руки тряслились. Вы знаете, я не знала, что он мне скажет. Сейчас все нельзя делать, операцию и все. Но слава богу, я как-то вышла. Он сказал, что все, он может встать, он может начать ходить. Новосибирские врачи взялись помочь, как оказалось, вовсе не безнадежному пациенту. В ней травматологии и ортопедии уже помогли двум десяткам людей после комы с похожими деформациями. Пациенту назначили две операции и провели одну за другой. Кожа, кости, мышцы и сухожилия пациента превратились в безжизненные конструкции. За четыре часа операции хирурги сначала ставят ноги в правильное положение, а затем закрепляют их специальными фиксаторами. Вот так выглядит конструкция. Это отечественная конструкция, очень удобная. У меня впечатление такое, что она даже наиболее удобная среди всех импортных. Идея какая, что вот поставить надо человека. Ничего страшного не произойдет, даже если вы пожертвуете какими-то там суставами в дистальных отделах ног. Ничего страшного. Исправьте стопы, закрепите хорошенечко. Поставьте, пусть человек ходит. После ежедневные занятия лечебной физкультурой. Так укрепляют мышцы бёдер, спины и пресса, чтобы у пациента были силы встать. А ещё важно разговаривать и успокаивать человеком. Ведь после стольких лет снова встать на ноги страшно и очень непросто. Давай, надо встать. Всё, всё, отлично. Вот так. У нас большие достижения. Мы можем научились и вставать. Он с помощью ходунков, с помощью баланса стоит. Со страховкой, конечно, но всё равно уже большие достижения у нас пошли. Позже Бакуршатаевич сможет не только вставать и пересаживаться из коляски, но и ходить. В Новосибирском научно-исследовательском институте клинической иммунологии научились убивать раковые клетки. Клинические испытания, новые методики завершены. Больной лейкозом пациент чувствует себя нормально уже два года. Эти клетки распознают опухоли, распознают вирусы только после обучения. То есть после контакта с недельным, в течение длительного времени, недели, 10 дней, иммунно-исследовательским обучают. И эти клетки обучают убивать эти клетки в мишени. И в нашем случае, да, больной был второй год ремиссии. Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии проводит терапию опухолей без тяжелой для пациента химиотерапии, используя силы только его организма. Работы ведет специально созданная научная группа в рамках проекта Российского научного фонда. При федеральной поддержке здесь планируют объединить работы от идеи ученого до готовой продукции. Мы должны выдать фармакологический препарат со всеми его характеристиками, со всеми требованиями, которые к нему предъявляются и так далее. Это достаточно сложная задача. Я думаю, это задача, наверное, даже не научной организации, а научно-производственного объединения. В Новосибирске увеличилось количество детей с нарушением слуха. Почти сразу таких ребят начинают наблюдать специалисты сурдологического центра. Здесь можно не только пройти курс реабилитации с дефектологом, логопедом, а также получить психологическую и юридическую поддержку. С чем связан род с нарушением слуха у детей, сегодня поговорим с руководителем Новосибирской общественной организации поддержки детей-инвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать» Татьяной Тайлаковой. Здравствуйте, Татьяна Петровна. Спасибо, что пришли. Я знаю, что до того, как стать руководителем общественной организации, «Счастье слышать», у вас был личный опыт. В вашей семье есть дети с особенностями здоровья. Да, все верно. Мы столкнулись с такой проблемой. Наша старшая дочь родилась, и мы узнали, что у нее, к сожалению, не все хорошо со слухом. Нам приходилось преодолевать этот путь, когда мы узнавали, что делать, кому обращаться, каким специалистам, как правильно вести такого ребенка. Это как раз тот путь проб и ошибок, который прошли мы. Поэтому через несколько лет, уже когда ситуация с нашей доченькой стала лучше, то есть мы понимали, какое будущее ее ожидает, я поняла, что хочется заниматься этим направлением и помогать другим родителям. В нашей организации на сегодняшний момент порядка 200 семей, которые постоянно получают какую-то помощь. Как изменилась ситуация за последние годы? То есть какими проблемами родители обращаются чаще? Сейчас чаще возникает запрос от родителей по реабилитации. То есть этап именно документальный, более качественно выстроен. Сейчас работают многие дистанционные сервисы, но родителям нужна консультация, куда идти и кто может помочь именно в плане реабилитации слуха и речи. Татьяна Петровна, в ноябре мы с вами встречались на открытии вашего ресурсного центра. Насколько значимо было это событие? Как сейчас он работает? У нас работают специалисты, которые рады видеть ребята. И мы приглашаем, конечно, к нам и за консультациями, и юридическими, консультациями узких специалистов. А также непосредственно, если придет семья, вот с каким-то обращением, мы готовы им помогать. Не обращаются ли родители за какой-то эмоциональной именно помощью, когда вот впервые семья, где здоровые родители столкнулись с какими-то особенностями здоровья у ребенка? Ну, на самом деле проблема помощи родителям, она стоит в какой-то момент даже более острая, чем проблема помощи детям. На этапе, когда семья узнает о том, что у ребенка есть проблемы, ей крайне важна поддержка. Им необходима консультация специалиста, необходима консультация психолога и его поддержка, возможно, многократные встречи. А также очень важно видеть опыт успешных семей. Тебе казалось, что шансов никаких нет, ты видишь, какие замечательные у нас дети. Ты видишь, как здорово они учатся, занимаются спортом, развиваются. Тогда у родителей появляется вот эта надежда и уверенность, что все будет хорошо. А это как раз залог того, что они будут что-то делать, что важно для их ребенка. Поделитесь планами на этот год, что планируете, что будете осуществлять, как развиваться. На сегодняшний день мы точно можем сказать, что мы запускаем проект музыка «Мостик в мир звуков». У нас, вероятнее всего, будут занятия по адаптивным видам спорта. Еще один проект, который сейчас у нас такой самый ключевой, это информационно-просветительский проект «Про слух». Часто родители не обращают внимания на какие-то звоночки, которые могли бы позволить им заподозрить такие нарушения. Кроме этого, проект такой многогранный. Кроме непосредственно информационной платформы, которую он несет, рассказы о том, как проверить слух ребенка, на что обратить внимание, какие должны быть этапы развития речи, он включает обучение для медицинских специалистов, а также у нас проводятся в школах и детских садах уроки здорового слуха. То есть проект такой очень большой, но самое главное, что в рамках него существует горячая линия, на которую всегда можно обратиться по любым вопросам. Если у вас возникают сомнения, беспокойства, пожалуйста, позвоните, мы постараемся подсказать. То есть это телефон горячей линии для родителей, которые столкнулись с нарушением слуха у детей. Татьяна Петровна, я благодарю вас за интервью, что нашли время прийти и ответить на наши вопросы. Спасибо вам. И это все на сегодня. Предлагайте свои темы, выпуски программы, смотрите также на наших официальных интернет-каналах и слушайте на радио «Городская волна». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова